Приветствую вас, раз вы задаете твой вопрос в разделе эзотерики, в разделе психологии, а не в эзотерике, то я отвечу вам именно в позиции психологии на ваш вопрос. И скажу так, что для начала, чтобы понимать, как вы можете в этой статье поступать и как относится к вам ваш хороший человек, любимый человек, значит, нужно сперва определить причину, по которой вы, значит, с полтора года стали общаться очень мало. То есть вот с этого момента, с этого момента, что-то произошло между вами. Были какие-то обстоятельства, были какие-то ситуации, были какие-то поступки, были какие-то, наверное, разговоры, какие-то проявления активности. Вот. И, соответственно, это все было расценено вашим молодым человеком, вашим любимым человеком, как что-то такое, ну, отрицательное. Как что-то обстоятельное именно для него, вследствие чего ситуация складывалась именно так, что вы стали мало общаться. И здесь, опять же, нужно, чтобы вы для себя проанализировали, что было тогда, что происходило тогда и так далее. Далее. Вы говорите, что человек любимый, то есть вы его любите. Но при этом до второго года вы уже общаетесь очень мало. Но общение есть получается. Значит, тогда попробуем определить с вами так. Если общение есть, то какова его природа? Общение, я имею ввиду. То есть, по поводу чего вы общаетесь? По поводу чего вы взаимодействуете? Как вы взаимодействуете? Какая наиболее удобная, приятная форма взаимодействия для вашего любимого человека? Попробуйте вот это для себя все понять. Попробуйте это для себя определить. Это на самом деле очень важно в понимании данной проблемы. То есть, какое у вас общение, как оно у вас происходит и так далее. По поводу чего вы общаетесь? Были ли вами, значит, предприняты попытки общаться более тесно? Может быть у вас раньше было больше общего, сейчас, соответственно, меньше общего? То есть, вот это вот, это тоже довольно важный элемент, довольно важный аспект. Вот. Теперь далее. Вы говорите, что ни вы, ни вы, ни он, партнеров не ищите. То есть, вот. Он находится в таком определенном подвешенном состоянии, и вы тоже. Ну, что касается вас, то ситуация понятна, вы просто-напросто его любите. А это я понимаю. Вот. Я понимаю, значит, почему вы, собственно говоря, не ищете партнера к себе. Вот. Но, почему он не ищет партнера? Это очень интересный момент. Значит, он к вам, получается, тоже неравнодушен. И, получается, он ждет того, пока вот вы, может быть, обратите на него внимание, может быть, что-то еще сделаете. Вот. Кстати, вы, когда говорите о том, что мы стали мало общаться с человеком, вы вот сами, желая этого или нет, снимаете в себе ответственность за то, что происходит в вашей жизни. Вы, если хотите с ним общаться, вы берите и общаетесь больше, активнее и так далее. Все равно ничего не теряете, потому что вы и так с ним почти не взаимодействуете. Но, если вы не будете ничего делать, то, к сожалению, остаться такова, что он будет найти себе кого-то. Думаю решать вам. Но о тех моментах, о тех моментах, о которых я озвучил, я рекомендую вам подумать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку. Я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи.